Эх, Каталония, что же ты с русскими людьми-то сделала? Ведь многие россияне после референдума в Испании есть нормально не могут, пить нормально не могут, у всех сердце. Продаживала кордина, подскочили. Откуда я это взял? Да и сообщений пресс-службы Кремля и около плавающих СМИ. А я склонен верить данным, без сомнения, объективным источникам информации. Ладно, это спецпроект реальной журналистики Вести без Дмитрия Киселёва. Сегодня подводим итоги сентября. Ну и понятно, что говорить будем не о мировых трендах, а о наших внутрироссийских мелочах. ТОП-7 самых абсурдных событий из Российской Федерации. Поехали! Приглашаю вас, как думаете, куда? Правильно. Если есть на свете рай, это Красноярский край. За всегда-то и нашего парада абсурда. Вот только история, которую я вам поведаю оттуда сегодня, отнюдь не первой свежести. Итак, помните, в апреле я рассказывал о пожаре в деревне Белогорка, что в Манском районе. Когда пол деревни выгорело дотла, в том пожаре пострадало полтора десятка семей, которые остались вообще без ничего. Вот в чем на улицу выбежали, в том и остались. Власти региона по горячим средам пообещали решить проблемы погорельцев в кратчайшие сроки. Вот прям в кратчайшие-кратчайшие. Прошло полгода. Угадайте, на какой стадии решение данной проблемы находится. Именно чиновники до сих пор собирают бумажки, а люди кто где, кто по съемным квартирам, кто в гостинице, кто у знакомых или родственников ждут. В общем, зима уже в двери звонит. Хотя откуда у этих людей двери? Они же сгорели вместе с домами и со всем имуществом, на которое, к слову, помним. Да, чеки у погорельцев просили. На данный момент потерпевшим выплатили только поддерживающую штаны компенсацию. Копейки все. Кстати, эти копейки региональный бюджет выделил. А вот федералы сказали, ничего пострадавшим не положено. Знаете почему? Расскажут мои красноярские коллеги седьмое место нашего парада абсурда. Сколько комнат? Две. Свою 50-метровую двушку в Шалинском семья Лешковых пока наблюдает только с улицы. На руках у людей ни ключей, ни документов. Они вместе с двумя внуками живут в режиме ожидания с июня. Мы сами не знаем, когда туда войдем. Думали, что вот дети пойдут в школу, мы уже будем в доме. Хакимы тоже не заселились еще в Белогорке, они еще в Белогорке живут. Василевский еще в гостинице живет, тоже не заселился. Получается, они кто. Кутьковы заселились, да, но это благодаря средовольной хозяйке. Она как только вещи вызвала, она сразу говорит, что вы будете в гостинице мучиться, заходите и живете. В следующем году краевые депутаты обещают изыскать дополнительные несколько десятков миллионов рублей на противопожарную безопасность. В частности, в крае должны появиться 15 дополнительных постов пожарной охраны. 15 дополнительных постов пожарной охраны должны появиться, что, вероятно, каким-то образом должно порадовать этих несчастных бывших белогорцев. Несколько бюджетных лямов на это потратят. Слушайте, а нельзя потратить эти миллионы на людей? Ну, что там стоит этот дом в деревне? Максимум миллион. Мы на празднование Дня города какого-нибудь, вон, Москвы, 700 спустили. Хотя, о чем я? Сказали же, на федеральные деньги не рассчитывайте. Пожар недостаточно масштабным был. В общем, привет полный. А в другой части Сибири, в Томской области, люди остались на улице по иной причине, их кинул застройщик. История эта началась еще в 2013 году, когда в одном из районов города затевалось строительство сразу трех коттеджных поселков. Условия шоколадные. Вы нам отдаете свою квартиру, мы вам строим коттедж. Лес, природа, красота. Народ повелся. Вот только квартиры-то отдали, а взамен по сей день ничего не получили. Ну, или почти ничего. В поселках тех поставили кирпичные коробки на Том и Ладушке. Строительство просто заморозили. На протяжении нескольких лет потерпевшие ходят по инстанциям, окучивают местные УВД и прокуратуру, ВОЗ и ныне там. Некоторое время назад директора строительной фирмы задержали, но потом отпустились. Идит сейчас товарищ под домашним арестом, следствие в отношении него буксует. Зато силовики раскрытия оформили. А люди, а че люди? Когда у нас о людях кто-то думал, главное ведь палка и красивый отчет, подробности дальше. Вот это кухня, кухня-студия, 22 квадратных метра. Здесь французское окно, вот здесь прихожая 9 квадратов. Томичка Лидия Нехорошева, обладательница сразу двух недостроев в микрорайоне лесной массив. Единственное жилье в собственности трехкомнатную квартиру два года назад продала строинвесту в счет новой недвижимости. Теперь ни того, ни другого. В квартире мы проживаем, но квартира не наша. Благо того, что мы живем уже два года, пока что нас еще никто не тревожил. Одно успокаивает, что нас еще пока никто не тревожил. Но я думаю, что это скоро закончится. Кто-то же купил квартиру и потребует ее. 140 человек признаны потерпевшими, допрошены в данном качестве. И, к сожалению, вынуждены констатировать, что это не исчерпывающий перечень потерпевших. Мы очень много сами потерпевшие носим материала следователям и говорим, уважаемые следователи, вот здесь вот такой инцидент произошел, вот здесь надо вот этого допросить, а вот там надо вот того допросить, а здесь надо вот еще очную ставку сделать, а вот там вот еще. То есть, ну вот так вот мы, по-другому, иначе у нас не получается. Я лично уже звоню, когда следователю говорю, мне вам заявление писать или вы как бы, ну, мне быстренько там все ответить. Пострадавшие настаивают, в деле должно быть больше задержанных, уже не говоря о том, что ход следствия движется совсем не теми темпами, которых они хотят. Владельцы коттеджа пытаются повлиять на скорость работы правоохранителей и написали соответствующую петицию в Министерство внутренних дел. Хотите очередное предсказание от меня? Да не решат они там ничего и никогда. Судя по тому, как дело тормозится, кто-то очень хочет спустить его на мягких лапах. Ну, шутка ли? Три коттеджных поселка. За каждый недострой вы только что их видели. Люди отдали квартиры 140 потерпевших, то есть это как минимум 140 квартир. Дальше сами считайте, переводите в деньги. Понятно, что такие аферы в одиночку жуликами не проворачиваются. Очевидно, что какие-то звезды с этого поимели долю соболезнования, друзья. Следующая остановка Саратов, где нашли ворота в ад. Вернее, они сами нашлись, но давайте теперь без мистики. Так вот, есть там такая улица Орджоникидзе, дом номер 12, о котором знает уже, по-моему, весь город, как о той самой булгаковской нехорошей квартире. В конце лета во дворе дома начала проваливаться земля, причем конкретно проваливаться, яма весьма и весьма внушительных размеров. Люди, конечно, забили тревогу, не дай бог и дом под землю уйдет. Многоквартирный, не избушка на курьих ножках. Приехали коммунальщики, вывалили в эту яму 50 КАМАЗов песка. 50, повторюсь. А песок тот куда-то провалился, и яма образовалась вновь. Люди уже реально бояться начали. Давай колотить во все колокола и барабаны, мол, господа, надо что-то делать. Приехали эксперты, развели руками, мол, не знаем, что это за аномалия. Пост МЧС у дома выставили. После выборов, впрочем, сняли. Сейчас люди вынуждены за чиновниками бегать, которые от них прячутся. Подробности в следующем материале. Тут и депутаты были, тут и из администрации были, и кого только здесь не было. Все разводят руками и не знают. Проваливаемся и все. Про себя жильцы дома номер 12 уже месяца говорят. Уходим в подземелье. В районной администрации людей успокоили. Мол, ничего их многоэтажки не угрожает. В подтверждении на одном из подъездов дома появилось объявление. О том, что сотрудники строительной фирмы провели экспертизу и выяснили, что фундамент не пострадал во время провала. Ну как, не страшно. Если выходишь, сначала я смотрю. Если твердая почва под ногами, а потом уже иду. И хотя спасатели уверяют, что угрозы нет, почва под ногами людей действительно продолжает уходить. На момент приезда нашей съемочной группы в месте засыпанного провала снова появилась дыра. Мы позвонили в компанию, где проводили экспертизу. Однако сотрудник отказался отвечать на наши вопросы. Ну так... Вы можете взять у нашего заказчика, которым являлась администрация. Угу. Вот у них спрашивайте, что мы выполнили свою работу. Если у заказчика какие-то будут претензии, мы их будем устранять. О как! У заказчика, то есть у администрации города претензий нет, поэтому и от нас отвалите. Вот когда дяденька-чиновник нам команду даст, мы начнем шевелиться. А простые смертные, дочихать мы на вас хотели. Это Россия, детка. Что да дяденьки-чиновник, а все, выборы прошли. Дяденьку того избрали. Под ним кресло больше не шатается. Поэтому забудьте. Просто до 23-го года авось простоит этот дом как-нибудь. В Иркутск давно не заглядывали, и там тоже беда, связанная с жилищным вопросом. Правда, в этом городе люди стали заложниками отнюдь не мошенника, застройщика или пофигизма властей. Хотя, как сказать, там наши соотечественники оказались между молотом и наковальней в разборках бизнес-администрации. Речь идет о жителях 9 аварийных домов на улице Пескунова. Домам тем в прямом смысле от 100 лет и больше. И не развалились они. Вот знаете, есть у меня любимая поговорка. Только потому, что их птицы обгадили. Цензурный вариант. Прогнило все. Дерьмо, простите, из канализации льется прямо на улицу. Коммуникации даже не в аварийном состоянии. Слова такого нет в русском языке. А впереди холода. Да, власти постановили эти горе-хибары расселить. Но похоже, что тендер на строительство выиграл какой-то не тот застройщик, не свой в смысле. И началась война. А пока эти там воюют, люди все ближе и ближе к тому месту, куда обычно клизму вставляют. В общем, сами смотрите. Вот она, сама яма. Вот сама лужа. И все это вытекает. Мало того, что оно течет все в поколе, и на улицу, и везде. И дышать нечем. Этим домам уже больше ста лет. Кажется, даже местные коты, сидя на полуразвалившихся оконных рамах, с нетерпением ждут переселения. Люди рассказывают, зимой приходится укладывать на пол сразу по три ковра. Ветхое строение промерзает насквозь. В последнее время люди буквально сидели на чемоданах. Расселить их должны были в ближайшее время. Однако на деле все оказалось непросто. Нагнетается обстановка в отношении застройщика о том, что он, подписав договор, приняв на себя эти обязательства, сейчас отказывается. Никто не отказывается. Застройщик изначально согласился, что расселяет он определенный объем и строит, занимает он определенную площадку. Конечно, нам, как жителям, хотелось бы не чтобы два титана между собой боролись, а все-таки чтобы они между собой договорились и нашли какое-то альтернативное решение. Вот заняться чинушам больше нечем, как отношения выяснять в подобной ситуации. Вы тренируетесь на каких-нибудь торгово-развлекательных комплексах. Почему народ-то страдать должен? Сараи эти, в которых они живут, все равно рухнут. Не сегодня, так завтра. Часть из них, к слову, уже обрушилась. И вот тогда в режиме ошпаренной кошки придется что-то срочно придумывать, тратить лишние деньги налогоплательщиков. Ну почему у нас все и всегда через пятую точку? Спереди тройка лидеров. Забавная история произошла в Рязани. Там люди собрали деньги на капремонт, отнесли их в управляющую компанию, крыша текла, а в управляющей компании не поняли, что деньги эти на ремонт крыши были, и сделали косметику. Итог, бабки жильцы заплатили, а крыша так и течет. К слову, от косметики той уже ничего не осталось после первых же сентябрьских дождей, равно как и от ремонта в квартирах на верхних этажах. В общем, зачем бабло платили, с кого теперь спрашивать, непонятно. Коммунальщики стоят на своем. Мы просто все неправильно поняли. Вот обожаю я наших российских профессионалов. У нас любая организация профессиональна только в одном. Деньги взять. А дальше трава не расти. Подробности расскажут мои коллеги из города с тысячелетней историей, в котором я мечтаю побывать. Это видео, которое снял один из жителей дома. Тазы с водой, полные ведра и ручейки, текущие с потолка. Жильцы дома стали звонить в управляющую компанию с 7 утра. Слесари приехали только к 10. К этому времени в подъезде скопилось достаточно воды, а на первом этаже натекло несколько луж. Приехал, залез на ливневку, сказал, что туда попала птичка. Поэтому у нас такой поток. Потоки воды обрушились на несколько подъездов. Но больше всего пострадали жители третьего. Во время дождя в их доме опасно пользоваться даже лифтом. Кто прав в этой ситуации, люди или управляющая компания, неизвестно. Сами все слышали, да? Виновата птичка, которая сидела в ливневом стоке. Ну а кто же еще? А второе, я эйфорию испытал, когда корреспондент это сказал. Кто виноват в том, что дом топит, неизвестно, действительно. Ну разве управляющие компании в системе ЖКХ России существуют для того, чтобы ремонты делать? Нет. Они вообще непонятно, для чего созданы загадочные такие структуры. А ремонтом должны заниматься сами жильцы на худой конец марсиане. Помним же, да? Спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. В данном случае, в прямом смысле. Дальше. А мне на Медни ребята из Якутска прислали кино, как у них в городе дороги ремонтируют. Минувшим сентябрем дело было. Впрочем, ничего нового, как и по всей России. Я уже много раз такое показывал. Но лишним все равно не будет внимания. В рубрику «Мобильный репортер» поступило видео дорожных работ по улице Черяева. На записи отчетливо видно, что работы по укладке асфальта ведутся в дождь. По правилам ведения укладочных работ асфальта, подобная ситуация считается нарушением. Ввиду того, что ремонт дорог по России в целом отнюдь не дешевое удовольствие, существует масса правил и требований к такого рода работам. По всем стандартам слой асфальтобетонного покрытия укладывается в сухую погоду на сухую подготовку. Единственное, что в голову после всего этого приходит, это репертуар диджея Сергея Минаева. Был такой в 80-х. 22 притопа, 22 прихлопа. Хотя в данном случае, наверное, еще одна песня того же диджея к месту окажется. Дождь смывает следы нашей любви. Ну и на первом месте у нас нынче мои коллеги из Улан-Удэ. Второй месяц подряд, если мне память не изменяет Москва, Питер и Екатеринбург, отстаете, шлите мне что-то, а то стыдно за крупные и в отдельных случаях родные города. Но в Улан-Удэ возвращаемся. Там с 80-летней пенсионерки местный энергосбыт получает. Вот специально хочу выделить интонацию это слово. Получает. Как в 90-е. За коммунальные услуги в доме, который А. Она давно продала. Б. Который давным-давно снесен. Но энергосбыт получает. По суду будете смеяться. На счет бабки, куда начисляется пенсия, наложили арест, и ее никто не спрашивает. Просто вычитают оттуда деньги и все. Пофиг, что дома того уже нет 100 лет. В энергосбыт она при продаже не предоставила какую-то бумажку, а поэтому должна теперь по жизни внимания. Когда-то здесь, за национальной библиотекой, стояли одноэтажные деревянные дома. В одном из них вместе со своей семьей жила Мария Тихонова. Четыре года назад она продала свое имущество под государственные нужды, а в обмен получила дом в пригороде. Обе стороны остались довольны, но возникли другие проблемы. Осудили меня. Вот в постановлении здесь все написано. Высчитали деньги у меня. Сняли с пенсии 7364 рубля в пользу АО «Чита Энергосбыт». Согласно постановлению, это задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию в доме, в котором семья уже давным-давно не живет. Слушайте, я вообще предлагаю расстрелять эту бабку, а квартиру ее в пользу чинуши за энергосбыта, ой, в пользу государства отмести. Она же там бумажку-то какую-то не донесла, значит, виновата по всем статьям. Сколько она еще будет по 7 тысяч рассчитываться? А там ведь, наверное, миллионы набежали. Короче, ее к стенке, квартиру забрать, потомков на пожизненные работы. Вот так, я думаю, будет правильно. А то надоели, ходят, дышат бесплатно. Пенсию им еще плати. Искоренять надо это зло в смысле пенсионеров. Кто со мной согласен? Ну вот сегодня такая получилась программа, касающаяся в основном проблематики жилья. Не я так загадываю, пазлы сами складываются. Видимо, просто это единственное, что у народа осталось, жилье. В смысле, ну а чего? Работы стабильные у многих нет. Уверенности в завтрашнем дне тоже. Ее и у меня-то нет. Мы живем в самой прекрасной стране мира, в которой люди... Мусор. Ладно, закругляемся. Это был спецпроект реальной журналистики Вести без Дмитрия Киселева. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете больше гимнастики для ума. Заходите, подписаться на канал не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, в друзья добавляйте с темы. Предлагаю, напомню, Москва, Питер и Екатеринбург. Жду, за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!